Когда люди говорят, что в Турции очень много навязчивой рекламы, да вы здесь не были, на зеленом рынке, на этой дивной улице, как она называется, я не знаю, проулок между вокзальной и автомобилистов. Здесь не просто обилие, здесь чересчур перебор навесной рекламы. Хотя гораздо проще все-таки позвонить мне по телефону 8-952-526-68-65, и про вас узнает весь город, а не только тысячи горожан, которые сюда приезжают за дешевыми ценами. Ну и что касается автостопа, я прошу прощения, но прошлый и позапрошлый год у меня был посвящен не автомобильной тематике, поэтому автостоп немножко просел. Сегодня с гордостью мы увеличиваем количество клиентов, благодарных клиентов, которые понимают, что за весьма скромную сумму можно получить максимум удовольствия. Как, к примеру, это делает магазин Вираж. Вот здесь, Вираж М. Старый клиент, старый добрый клиент, который иногда, конечно, тоже там задумывался кое о чем, но сегодня и сейчас он спокойно стоит на ногах и предлагает вам еще более низкие цены. И тысячи магнитогорских бизнесменов могут это сделать. Снизить цены, привлечь покупателей и жить по китайскому принципу, продавая дешево и много. Но сидят они по уголкам и за каулкам, сопят и скулят, потому как про них народ не говорит, про них не знает и тем более не видит. Вы обратили внимание, что вот эти очки автомобилистов здесь стоят на 400 рублей дешевле, чем в других магазинах? Нет, не интересовался. Ну вот 975 рублей, а везде 1300, как-то немножко задумчивость у меня возникает. Да, бывает. То есть у Виража вот здесь цены такие доступные? Да, доступные. Ассортимент, в принципе, большой. Ну, цены. В основном цены, да? Да, ценовая политика. Доступна. Ну что, в принципе, все есть, что надо. Есть смысл приехать сюда на автомобилистов, да, получается? Да, я, в принципе, часто на этом рынке бываю и захожу сюда. Что вас сюда приводит, в это место? Это не центр города, в общем-то. Ну, тут подешевле все, в принципе, но не намного, но дешевле. То есть как в мультике, да, лучше 15 минут потерять, зато потом за... По дороге едешь, в сад мимо проезжаешь. И удобно? Ну, неудобно, и немного подешевле есть. Посмотрите, что. У нас сегодня жизнь такая, что приходится денежки считать. Ну, в принципе, да. Но посчитав, понимаешь, что широчайший ассортимент не всегда гуд. Правильный и комфортный, то есть подешевле и покачественнее. Хотя и для продвинутых пользователей товар тоже есть. К примеру, вся линейка Матюль. Дело в том, что у нас в Магнитогорске идет какая-то война на выживание. Каждый сосед хочет смерти конкурента. Ну, естественно, после смерти конкурента трупик сначала раздувается, а потом его закапывают. Это шутка, конечно. Вираж умирать не собирается, но расширился. Торговые площади увеличились, но на 50% точно. И вот, и еще. Это очень удобно. А когда торговые площади увеличиваются, есть и спецпредложения. Это очень спецпредложение. Мне это очень нравится. 5 литров масла полусинтетики себе. По цене 374 рубля. Как вам такие расценки? Так что плавненько, без надрывов, без высоких цен, предлагая любые варианты торговли автомобильными товарами в месте, где демпингуют все, продолжается. Да потому, что количество новобранцев, мечтающих получить права и стоять за тем в пробках, и в пробке главной, в месте разбора ДТП, не уменьшается. Ну что ж, это судьба нашего общества. На протяжении 70 лет, находящегося в безлошадном состоянии, догонять Америку и перегонять ее в количестве автомобилей на душу. Тенденция неплохая. А зная заградительные барьеры нашего правительства, ездить мы будем, пусть и не на навороченных, но на наших марках, сделанных у нас же. То есть, потребность в таких магазинах, как Вираж М, будет. Да потому, что мы проходим первый этап, насыщение, дальше будет пресыщение, дальше будет самый разумный период, когда мы, как и американцы, для себя выберем автомобиль возрастом от 11 до 15 лет. Дешевый в обслуживании и не привязанный к барыжным дилерским центрам. И мы поймем разницу в цене, в Вираже и в других местах, в стекле и бетоне. Разница будет в 2-3 раза. И вот это и радует ровное развитие магнитогорского бизнеса. То есть, даже в преддверии того, о чем все знают, никто толпами не валит из города, а спокойно расширяет производственные и торговые площади и снижает цены. Но, если честно, снижать цены можно достаточно долго. И работать. Если ты сыт и спокоен. И вот это самое главное. Вспомнить, что когда-то, 20 лет назад, ну даже 25, наверное, лет назад, когда не было ничего, мы жили сыты и спокойно. Просто в голове, какое-то что-то поправить надо. И продолжать рожать детей. Обеспечивать свои автомобили дешевыми запчастями. Ну и жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова